Кофта фанатская, с фанатским крестом Кофта фанатская, с фанатским крестом Провинция решает! Субтитры создавал DimaTorzok Мы в Чертаново Кто тысячу раз спрашивал, когда будет Эдуард Германский Сейчас сразу мы будем листать ваши вопросы, которые в Директ вы задавали Какие у тебя вообще стандартные вопросы постоянно сыпятся на твою популярность, которая упала на тебя? Вот прям топ постоянных вопросов Ну, во-первых, всем привет! Естественно, два самых популярных вопроса Первый, когда бой И второй, как попасть на хардкор Хотел сказать, сегодня мы об этом говорить не будем Но придется, придется Но на самом деле наша цель изначальная не только это Вообще хотелось бы, да просто за людское Ты же не родился в 2019 году А ты уже сформированный человек взрослый Ты спортсмен По-любому были какие-то трудности Не все же так гладко, как все думают Смотрят там раз в первую неделю, блядь, столько-то подписчиков, вторая плюс 15 тысяч Нет-нет-нет, такого не бывает Да у него сват в хардкор файтинге Да, да у него хач знакомый Сват, брат! Продался просто качапу Да-да-да, кстати говоря, вот как? До сих пор заебывает, брата Ну а че? Продался, хочу Ну во-первых, давайте вот по порядку Да Назовите мне российский промоушен, если говорить о профессиональных боях Которые держат русские Славянине? Нет Ну типа Камиль Гаджиев так себе, да, русский В ACA я вообще молчу как бы Поэтому ну в любом случае ты будешь драться в промоушене Который принадлежит не как бы славянам Это во-первых Во-вторых, ну Амиран грузин Он вполне адекватный, культурный, воспитанный человек С которым ну реально приятно работать Он ни разу не обижал Ни разу, знаешь, не нарушал какие-то договоренности И все делал по-человечески Поэтому кто бы там что не говорил А было... Да и вообще, знаешь, вот эти вот все зигометы, которые пишут Я знаю, что я просто видел это лично у Амирана Что половину из них подавали ему заявки Да, дрался я на битве за хайп у хача на канале Но я подрался с чеченцем, победил и заработал за это денег Если вы подеретесь на улице с чеченцем Вы заработаете сегеморой И вас, скорее всего, посадят за разжигание А я как бы сделал все четко и еще и заработал Можно гадать сколько угодно, дорогие друзья Можно ли получить на смешанных единоборствах такую травму Но одним мы можем похвастаться Промокодом, который должен быть выжженным в вашем мозгу Можно гадать сколько угодно, когда закроют спортивные мероприятия Но то, что ты получишь до 25 тысяч на первый игровой депозит Введя наш промокод, это инфа сотка Ну а вот и наш победитель, дорогие друзья Тренерскую, может быть, карьеру Слушай, изначально был план такой Мы с корешем встретились И он говорит, слушай, пора заводить свой канал Я говорю, да, давай, братан Ну нормальная тема Он говорит, сейчас заведем канал У меня есть знакомый Может как-нибудь, когда-нибудь, куда-нибудь Попадем гостями Какая-то там популярность упадет Ну короче, будем стараться развиваться Давай, я говорю, давай И мне на следующий день звонят и говорят Хочешь подраться у Хача на канале И я такой, типа, ну бля, звезды сошлись Ну типа, мы только это обсудили И на следующий день приглашение Ну и, соответственно, я согласился И мы изначально рассматривали этот бой Не для того, чтобы я становился бойцом А для того, чтобы, ну, засветиться Хайпануть, да? Хайпануть Бля, вот это Я это сразу сказал Нет, ну вот это уважение, уважение А то сейчас, блядь, начнется Все рвутся туда и такие Да не, я просто попил Да попиздись на улице Сколько пиздельщиков-то, блядь В пятницу вообще Поэтому все, мы схватили за этот шанс Вылетели, показали себя, да, со всей командой И мы не хотели ни второго боя, ни третьего Ну то есть мы не рассматривали эту тему Я не тренировался, не готовился Ну как бы поступило, опять же, предложение от Амирана Хайповый бой, хороший, с Максом Топором И предложили хорошие деньги за него Ну, и я такой, блин, ну это прям Соблазнительно Ну и плюс А сколько, если не секрет? Или коммерческая тайма Слушай, ну вообще я подписывал договор Ну ладно тогда Охуя пиздец Ну слушай, ну не, ну как? Ты знаешь, если я назову цену Люди в провинции, они охуеют И скажут, что вы там москвичи сожлали В ЧАЭС полетил сразу В ЧАЭС Нет, там нормальные бабки были Ну то есть прям хорошие За первый бой я могу сказать Мне сказали, выходи за 50 косарей Я говорю, конечно выскочу Я выскочил, мне заплатили полтос И полтос еще дали за победу То есть я сотку за первый бой заработал За второй бой было, ну как бы нормально Наверное многие спрашивают реально Как попасть на тот же хардкор файтинг И так далее Все думают, что если он, допустим, туда попадет Он сразу медийно, мультимедийно скакнет Окей, давай сразу, вот по порядку Первое, как попасть Вообще в душе не ебу Надо оставлять заявки Мне повезло Вот ты правильно в самом начале видео сказал Что, блядь, были свои трудности Я к этому шел годами Обрастал связями и так далее То есть меня пригласили Я туда не просился, понимаешь Мне позвонили и сказали Нужен хороший, яркий тяжеловес Ну грубо говоря, давай вот гореть как есть Меня подбирали туда под убой То есть меня должен был убить он Понимаешь, никто не ожидал Что у меня никакого рекорда нет Никаких боев нет Я качаюсь, пауэрлифтер То есть меня выводили на убой Думали, я сейчас приеду там За 20 секунд спать лягу и все А получилось так, как получилось Вот, поэтому как попасть Это только через заявки Вы должны сделать какую-то крутую заявку Чтобы, ну, чтобы вас увидели и оценили То есть, например, там На бои попадают какие-нибудь, знаешь, акробаты Присылают видосы Где они там сальтухи крутят Где они по крышам лазят Не знаю, какие-нибудь МЧСники Которые я каждый день спасаю жизнь Да, 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 да Такая тема Поэтому, ну, должна быть какая-то видео Крутая видеозаявка То есть не так, что по мешку побил там Или я крутой боец Ну я хуже, мне кажется, черта Ну вот таких сейчас Тысяч пять найти На самом деле у нас в России сейчас много бойцов Реально очень много И они все хорошие Ну, большинство, да, хороших Очень много хороших бойцов Но это не значит, что вы подходите под шоу Под шоу у вас еще должна быть в любом случае харизма Мало устраивать хорошие бои В любом случае вы должны еще делать какой-то красивый трешток И должны быть яркой, харизматичной личностью Если вы не будете харизматичным То вы не будете, ну, интересны этим данным, да, поп-промоушеном И при том вы не должны вызывать обязательно позитивные эмоции Вы можете вызывать и негативные Там, например, тех же сейчас звезд харкора, да, типа Акап Или там Тимур Никулин Их прям хая, да, ну, в сети Но, тем не менее Ну, они кайфуют, я думаю, да, от этого? Кайфуют Кайфуют, что чувачок там уже так поплавился Ну, смотри, и второе, да, то, что ты говоришь Что пойдет медийность там сразу Ребята, которые дрались в битве за хайп Сейчас продолжают драться в другом промоушене Популярном в ютубе Слушай, да у них подписчиков по 4 тысячи По 5 тысячи У них уже там по 3-4 боя У того уже-то пора, а не вот тебе там дохуя Да, по 3-4 боя А подписчиков даже до 10 тысяч не доходит То есть они даже свайп делать не могут, понимаешь? Поэтому я скажу сразу Ну, то, что после одного боя Явно вы не станете каким-то там Супер-мега-популярным чуваком Понимаешь, во-первых, мне повезло Потому что я попал в начало всей этой движухи Когда только набирали обороты Вот эти вот бои, да, именно в ютубе Думаешь, сейчас, в принципе, теряются, да, бойцы? Конечно Они поток Конечно Их сейчас много, конечно То есть это уже такая тема Что, ну, так же, как и в UFC, да Сначала вспомни первые там Когда проводили бои все и хайли Там вот, тоже цирк Что это, бьются как животные, да Ага Знали основных звезд, да, кто там Знали, кто крутой борец Кто хороший ударник Там Олега Токтарова, да, все знали Первого чемпиона UFC Из России А дальше, когда UFC уже стала Ну, тем, кем они являются сейчас Да, много тоже бойцов хороших Но это в основном, да, там топ-5 Топ-10 И, ну, есть только громкие имена И то тоже благодаря тому, что Конор показал Как надо делать себе имя Ну, да, да Начали появляться гангстеры То есть тот же Диас, он же всегда был крутым гангстером Но на него никто, ну, типа, не обращал внимания А сейчас все знают, кто такой Диас, да И все такие, вот он гангстер Он покурит, выходит, биться, красавчик Тот же Масвидаль и так далее, понимаешь? То есть нужно уже, уже мало просто быть бойцом Нужно еще, помимо этого, быть личностью какой-то Нужно чем-то брать людей Брать своего зрителя Не, ну, смотри, ты вот ведешь себя-то достаточно адекватно везде Чем же ты цепляешь? Всегда есть Ини-Янь То есть, сколько ты знаешь хороших, популярных бойцов Ну, вот, из России, которых там любят Одни из первых, кто? Федя Емельяненко Вот как раз потому, что он на фоне всех остальных Был спокойный, уравновешенный Но если все были такими, как Федя Кто бы это смотрел? Да нихуя никто Вот, а так как вот именно, что на фоне вот этих всех ребят Которые делаются трешток И многие делают его некрасиво, неправильно, да Как раз на их фоне я и выгляжу, ну, вот этим вот как раз инь, понимаешь? А не Янь, а я инь И так и должно быть То есть должны быть хорошие Эдуард Добренский, да, такой Эдуард Добренский Наследник Федора Емельяненко Поэтому должны быть хорошие, должны быть плохие А вот средние, они как раз-таки чаще всего теряются А тот же Акап, да? Ну, хуяк и все Да, у нас там общие знакомые с ним Мы ехали снимать свою темку Там пробовали, когда с боями В это время мы сидим в аэропорте Он еще даже нигде не выступил Как раз это прям было то самое время Мы там сидели с нашими общими знакомыми в аэропорту Он присылал видосы там в 5 утра там Как его, как надо заряжаться от природы Я думаю, ебать, чувак, вообще Ну, вот такой, да Да, типа, что? Идись тоже такой, говорит, ебать, чувак А начало, типа, ну, немножечко еще это менять И вот он потом Ребята, если вас меняет, тогда вас YouTube заметит, конечно Вот, а если вот эту вот всю нудистику, ебалистику О, продался, хуялся, а потом сами продаетесь Да, да, да Это выглядит вообще крайне не очень Ну, я тебе просто так скажу, да Я вот какой в YouTube на камерах Такой я, в принципе, и в жизни Конечно, я не святой Конечно, у меня тоже есть какие-то свои косяки Какие-то там, ну, бывает срыв эмоций Какие-то там конфликты и так далее Но вот если так посмотреть всю историю YouTube мою, да У меня всего один конфликт был с этим, с Русланом на бинтах И я тебе скажу честно, во время этого конфликта я прям плохо спал То есть я вот, ну, я не люблю эту движуху Все переживал, да? Да, я не люблю эту движуху Мне легче Есть какие-то вопросы личные Вышли, подрались, все, разбежались, успокоились Все замято, умято А вот эти обмены видосами, понял Вот эта вот, вот эта грязь, друг на друга лить Что-то придумать, что-то говорить Нет, ты не прав, было вот так А нет, нет, это ты не прав, на самом деле вот так было Вот эта вот вся ебала, она не для меня, братан Мне с этим тяжело Мы можем пойти вот так вокруг района А кого больше, как ты думаешь, вообще, в целом? Тех, кто из себя плохих ребят, корчит, а на самом деле добряки Либо добряков таких наигранных среди, блядь, мразей ебаных Да, да, наверное, ты прав Мне кажется, больше все-таки добряков наигранных среди не очень хороших людей Которые такие, знаешь, о, я сейчас дам бабушке Да, да На камеру, а сам ей нахуй харкну в сумку у метро, блядь Понимаешь, эти люди, когда получают свою популярность Они прям, ну, показывают потом, со временем Они показывают свою сущность Люди не глупые, люди все видят все равно Они начинают зазнаваться, они начинают Ну, это, знаешь, это не то, что начинают Они изначально такие Просто для того, чтобы продвинуться, они себя строят хороших, понимаешь? Спасибо, ребята, активным пользователям Инстаграм Не забывайте, кстати, подписываться на наш Инстаграм Ссылочку на Эдуарду тоже укажем под видео На наши Инстаграмы Потому что мы вот сегодня ехали И за полчаса до съемки сделали пост с вашими вопросами И сейчас прямая связь с подписчиками Первый же вопрос Насчет Эдуарда Не пожалел ли сделать такие яркие татухи И после этого изменить свое мнение к черным? Моя любимая тема Ну, то, что мы затронули уже вначале Смотри, я буду говорить, как есть Я, как был, да, ну, каких-то, скажем так, националистических взглядов Я так и остался при своем У меня татуировки относятся в основном к славянизму Олдскул и скандинавская мифология Ну, то есть скандинавская мифология, олдскул Это чисто для души, по кайфу Славянизм, да, там несет у меня определенную какую-то идею, скажем так Ну, и, конечно же, есть у меня татуировка White Pride И все, с кем я тренируюсь Дагестанцы, чеченцы, ингуши, киргизы, казахи И так далее, и так далее Там нас очень много Ну, и, конечно же, русские Все они White Pride, ребят Все они это видят, понимаешь И все знают, каких я взглядов И никому это не мешает И они тоже такие взгляды в плане своих наций, понимаешь И я не вижу в этом ничего плохого То, что люди там против смешения кровей и так далее Но при этом уважают друг друга И помогают друг другу, понимаешь То есть меня там готовят дагестанцы к боям И, ну, они ко мне со всем уважением Ну, ты же к ним не ведешь, скажем так, мышиную какую-то Такой, типа, в зале я с ним поздороваюсь, а у метро нет Нет, конечно, я тебе скажу так У меня нет прям какой-то конкретной неприязни какой-то нации У меня есть большая неприязнь к нелюдям И если говорить о наших, то среди наших, ну, согласись, сколько животных Вообще Просто, понимаешь И меня больше Если раньше я был, ну, типа, более радикален, скажем так То сейчас я смотрю и думаю Да ладно на них Вы посмотрите, что у нас творится Ну, вот в своей каше У нас же среди кучи там реально там зигометов правых, уже старых, взрослых, куча мышей Занимают бабки и сливаются Ну, это куча таких примеров Ну, а именно на идеологический какой-то, ну, там, подъемы получается Ну, слушай, сами работают за гладчиками А потом И такие движения тоже есть А потом, ага, у Амирана заснялся Да, да, понимаешь, ну, то есть, если ты прям, ну, придерживаясь данной идеологии Она же заключается не в татуировках и в одежде А в твоем образе жизни, понимаешь То есть, от того, что я там тренируюсь в зале, где очень много там ребят нерусских Это не значит, что я там предал своих Или в какой-то ситуации не буду топить за своих Тот же пример с Акабом Когда началась у них драка Он был один, ну, грубо говоря, русский Я выскочил за него Хотя я его не знал И выскочил не потому, что он там, типа, русский и я русский Нет, ну, там больше играла движуха то, что он был один Справедливость, да? Он был один, а их было много И я скажу так Если бы была обратная ситуация И, то есть, налетали бы толпой Я бы точно так же заступился, наверное, и за дагестанцы, и за чеченцы И сказал, хотите разбираться? Честно Тем более, вы на таком мероприятии Вон клетка, зашли и разобрались на уровне спорта Самое-самое плохое, то, что у них дела расходятся со словами Вот я как говорю, я так и делаю Ну, по крайней мере, пытаюсь Да, я националист, да, я люблю свою нацию А вот шовинизм, это уже ненависть Я не шовинист, понимаешь? Поэтому, то, что люди просто не образованные, не начитанные И многих понятий не знают Да и плюс у нас подмена понятий очень большая Я никогда не был скинхедом, мне все пишут Ты с кем, да? С кем? Моему тренеру дагестанцу Его земляки пишут А, ты вот скинхеда тренируешь Там тоже, знаешь, предал дагестанцев Он говорит, ле, тормози, да? Это ученик мой, а буду делать то, что считаю нужным И так же мне пишут, вот ты по черных лёг Ну, в смысле лёг? Ну, да, тренирую На мате На мате по черных лёг Вот, поэтому, ну, короче Понимаешь, когда ты растешь, ты развиваешься И у тебя все равно меняется мировоззрение То есть у тебя остаётся корень твоей идеи Но мировоззрение и пути к достижению этой идеи Они меняются всё равно Если ты был 17 лет тупым зигомётом И там в 35 лет остался точно таким же Это говорит только о том, что ты не развиваешься Если у тебя не меняется вообще мировоззрение Не меняются взгляды на жизнь Взгляды на людей Это говорит о том, что ты не развиваешься О том, что ты какой-то ведомый Тебе нужно читать больше книг Не таких, которые тебе говорят Знаешь, вот, кстати, такой пример Типы мне, знаешь, которые там Я их называю Гитлер-дрочер Я против Гитлера ничего не имею Как политик, я считаю, он идеальным политиком был Как человек, это уже каждому судить И я там говорю Ну, Гитлер же не любил славян Да с чего вы все это берёте? Ты что, Майнкампф не читал? Говорю, ну, читал Ну, мне не понравилось Я читал Майнкампф Не вижу в этой книге ничего такого Знаешь, что прям, ну, она была каким-то как Библия Да, для христиан Ты просто в оригинале её не читал Я говорю, слышь, да ты на русском читай Не умеешь Он на немецком читал Каждый второй в оригинале После тренировки снимаю Вот у меня татуха White Pride И у нас, ну, очень много кавказцев И они там фоткаются Такие, эй, иди с хачами сфоткайся Понял? Я вот подхожу, у меня татуха И всё как бы нормально Они тоже такие же, братан Они тоже все националисты Они преданы своей нации Преданы своей земле Они всегда будут топить за своих Понимаешь? И в каких-то моментах Нам надо брать с них пример У нас нет сплоченности Он, мы, мы Ну, я понимаю, что если там брать Тот же, например, Дагестан Он маленький И там нечем заниматься Поэтому они все занимаются спортом Плюс у них есть Хабиб Который для них, ну, пиздец Ну, как бы, пример для подражания И они этому следуют Но у нас же тоже есть, ну, типа Много русских, не знаю Ребят, которые... Тот же Федя Емельяненко, да? Тот же... Да и всё Нет, нет Тот же Лебедев Тот же, там, не знаю Лома Ну, много бойцов Много спортсменов На каких можно и стоит равняться Но у нас все хотят быть Какими-нибудь Егором и Кридами Следующий вопрос от наших телезрителей Долго ли Эдик гонял за Спартак? И самый запоминающий момент С того времени Гонял я долго Относительно моих лет Потому что я начал болеть за Спартак Аж в 2010-м Я знаю, многие люди там с детства за него болеют А я только когда в Москву попал Самый запоминающийся момент Если люди имеют в виду Попова, ну, драк Это, наверное, самое крутое было Когда мы ехали Уже вышел фильм около футбола Мы ехали на тренировку И на печатниках Нас накрыли капитала И они когда проезжали Ну, то есть мы стояли около примерно Там, второго вагона И они когда проезжали мимо нас Так, куячили Ебать, как в фильме А ему напророчили уже сразу И я подумал Ебать, это что, съемки? И они вылетают И заряд вот этот Ну, на все метро Там же еще ехали Капитал А мы еще с молодыми были Парни вообще ни разу не дрались в городе Понял? Нас было 7 человек Ну, которые там метили в основу И тупо молодежь Молодежь так тапки нарулила Понял? Сверкали только так Я, честно говоря, и сам чуть не побежал Понял? А потом, ну, наши там сразу собрались Так, строимся, строимся Я сумку откинул Ну, и все Нас смели просто вот так Да, как в фильме Вот реально, как кино Ну, круто было Вот это, ну, типа Ну, а что, вот вообще А что привело тогда уж от себя вопрос? Ну, к тому, что настоебал этот Около футбол Слушай, ну его же нет, братан Давай вот так вот Ну, если... Просто до сих пор Видишь, шлейф идет Вспоминают кто-то За кого катал Конечно, ну, как бы Просто, ну, что есть около футбола? Да ничего Ты разрешили подраться сейчас Да Разрешили? Ты собрался в 5 утра Где-то в тачке сидишь У тебя живот крутит Ты там, блядь, давай в Мак заедем Посрем там Ну, все маки обосраны были, братан Особенно во время дырби, блядь И все, ты сидишь, сидишь Боб, звонок И ты сидишь, думаешь, бля, может Мне что-то сегодня вообще драться неохота А потом думаешь, не, уже быстрее бы кого-то накрыть Либо отпиздить, либо уже самому пизды Получите со спокойной душой домой ехать Вот, все, звонок, поехал Бух-бух-бух, трак-бах Где-то мусора Ты там, блядь, все, под тачком Кайф Это тебе не хардкор файтинг Вон как сразу, блядь, глаза загорелись А сейчас что? Ну, вышли они в лесу, блядь, 8 на 8, блядь Что-то подраться Вообще молча, типа, не орем, мусора сейчас приедут Просто вышли, вот как по-вашему, по-спортсменски Не, 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 ничего Ну, то есть, нет, нет Ну, вспомни, последние две драки Это что там, все пацаны в мусорке Все, его нет Поэтому у меня говорят, ну, типа, почему ты завязал? Да он сам завязался Если бы он был до сих пор жив В тех кондициях, в которых Когда я вот там был Я, возможно, сейчас и катал бы Хотя сейчас бы, конечно, это было очень сложно Ну, типа, с моей медийностью, да Хоть и не очень большой, но тем не менее Мне кажется, я все равно пытался Обгонять куда-то на какие-то большие события Короче, на турнирчиках себя не ждать Друг ММА? Да Слушай, на самом деле Мне это уже не особо, наверное, нужно Потому что я говорил, что я пришел на первый бой ради хайпа И дальше драться не хотел Просто еще пару раз подрался, чтобы, ну, как бы подогреть волну медийности И я развиваю свой канал Я сейчас ведущий То есть это то, изначально, из-за чего мы это все начали Мы себя... Наша команда меня, как бойца, никогда не позиционировала Но сейчас я хочу, скажем, уйти так более в полупро В полулюбительскую карьеру То есть мне сейчас интересно выступать И набираться опыта именно уже, ну, с профессионалами Сейчас я хочу, понимаешь, там, выполнить разряд по боксу Я хочу ездить, набираться опыта на открытые ринги На турниры по ММА Меня постоянно приглашают на сборы в Дагестан, в Ингушетию То есть я хочу уже, вот, уходить туда У меня все спрашивают, вот, ты пашешь, пашешь, когда бой В Ютубе, не знаю, мне должны хорошо заплатить И должно быть очень хорошее предложение Для того, чтобы я там согласился подраться Но, есть одно большое но Нет промоушена, который бы мне нравился Амиран уехал сейчас в Л.А. И его нет Если он вернется Опять откроет битву за хайп Вот, возможно, тогда я вернусь А сейчас нет того, с кем бы я хотел сотрудничать А кулачные бои я вообще не обсуждаю Ну, нет, это сто процентов Ну, в твоем весе там вообще, наверное, нахуй Сто процентов кулаки нет Если говорить о травмах именно лица То, ну, в ММА пожестче бывает То есть я не могу сказать, что кулачные бои прям травмоопаснее Просто так как, вот именно, что у меня арсенал больше именно в ММА Я все время тренировался и готовился под ММА Я и буду выступать в этом виде спорта То есть я неподготовленный боец именно для кулачных боев Одно дело, около футболя ты вылетел Там не только кулаки, там все то же самое Здесь просто по правилам чисто на кулаках, ну, как бы нет Мне это неинтересно Мне интересно развиваться именно во всех аспектах Где-то ногой ударил, где-то переиграть человека Именно вот эта вот шахматная партия мне интересна А в кулачных боях все-таки пока они еще не развились в плане именно бойцовского интеллекта Для того, чтобы как правильно работать Пока это еще, ну, это драки Когда вот уже там тоже будут свои какие-то приемы Свои ММА же тоже в начале было Что колхоз, бам, где-то кто-то, кто умеет перевести, перевел Кто там кикбоксер, просто там, да, там машет, машет А теперь смотри, это искусство Это реально искусство Я думаю, кулаки тоже рано или поздно станут искусством Но пока его не изучили, не сделали искусство И мне ни от кого учиться именно, да, на кулаках выступать Я не буду этого делать А парни сейчас молодые, горячие Сейчас все это популярно И они хотят словить свою волну хайпа Они имеют на это право Для них все дороги Сейчас все смотрят, допустим У нас пазл такой сложился охуенный Ебать, как все складывается Все у него намазал, блядь, хлеб на всю жизнь маслом Ну, а если что-нибудь произойдет и не будет больше у нас А рубят нахуй, как в Северной Корее все Какая подушка все-таки, к чему вернешься вообще? Окей, я на интернете пока не зарабатываю У нас есть какие-то некие рекламные интеграции В Инстаграме, в Ютубе Но так как мы вдвоем с моим другом Сергеем занимаемся каналом Мы все пилим пополам То, что нам достается с Ютуба Поверь, это мизерный Как работал тренером обычным фитнес В обычном фитнес-клубе, да Так и работаю до сих пор тренером А больше стал народу ходить? Ну, или суд? Слушай, нет, на самом деле после кар... Был момент, когда так пошла небольшая волна Но после карантина все сложно И плюс я не поднимал ценник за свои тренировки То есть я как тренировал по очень... То есть это реально к тебе записаться на тренировку? Надо записываться Жалко, конечно, будет потерять то, что мы делали так долго Ну и не греет пока, да? Ну и не греет А греет только мечта Блядь, мы 4 года Это у вас еще там что-то стреляет? Мы с такой ебать Мы просто выходили из подъезда И не знали, что делать Вот мне, Ромчик, вот мы начали снимать На канале Блядь, мы должны были мерчить, снимать рекламу Рома говорит, давай влог попробуем взять Какой нахуй влог? Я даже непримерно не понимал И я такой, а, ну ладно И мы такую вот ебанью начали страдать У нас не было никаких, ни промоушенов, ничего Это у него еще так вот сошлось, да А так реально, многие думают У-у-у, сейчас я как пойду И как пойдет На какую камеру снимаете? Да, на какую камеру снимаете? Там где сразу кэшбэк нахуй С этой, с обратной стороны С пленки, да Да хуй там плавал Как в принципе Полетели денежки Москва Успех, Чертанова А до этого? Ой, успех, братан Это, короче, я переехал в Москву в 2010 году Первый год жил, все было кайф А потом так сложились обстоятельства, что мне негде было жить И мне пришлось 9 дней жить на вокзале На каком? Ну я тусовался на Павелецком Ой, на Курском Мусоропостные подходили Там, ну, проверяли документы Такие, типа, ты заебал, езжай на свой Павелецкий У тебя поезда оттуда ходят, там и ночую, типа, понял Ну у меня там шмотки, там Я еще не был тут, скажем так Не оброс еще знакомствами, так нормально Было пару знакомых Не товарищей, а знакомых У кого можно было просто скинуть шмотки И там залететь, помыться, понял? Все, я, а я только на работу устроился На нормальную И я подумал, если я уеду обратно Понял, типа, городок маленький Все скажут А, бля, не выдержся Обосрался, да И меня эта мысль, понял, мотивировала Ну и все Я со временем нашел квартиру, там, подыскал Ну, вернее, не квартиру, естественно А вначале вообще у меня была койка места Нет, вру Все-таки комнату я сначала снимал Потом была еще и койка места Было не очень хорошо, братан Первая работа в Москве Я работал чернорабочим В типографии Хорошую, говорит, работу, бля Вот Первая работа я работал чернорабочим В типографии Но мне повезло Меня туда взяли чернорабочим Но там был в типографии парень А там по печати Там по печати Это такая печать, где ты печатаешь, знаешь На ручках вот эти все надписи Там на зажигалках, брелках И прочее вот это поебота Это вот там по печатнике этим занимаются И это был земляк мой, понял? И у него как раз шел напарник И я говорю Я две недели поработал Там, ну, принеси, подай, бля Иди нахуй, не мешай И он мне говорит Хочешь помочь? Я говорю Да, давай Он все настроил там Мне надо было просто, знаешь, ручку положить Убрать, положить И я ему говорю Слушай, ну, подучи как ты все это И он, короче, начал меня учить, понял? И, ну, когда понял, что я схватываю на лету И начинаю нормально сам все делать Он начал прибухивать, смены пропускать Я, короче, начал работать Ну, уже полноценно там по печатникам А платили мне как чернорабочему Что-то я в час зарабатывал, по-моему, 50 рублей Я пришел, говорю, ну, если я для вас уже, как бы, как мастер Потом по печати Давайте поднимем зарплату Он говорит, конечно, поднимем Подняли, брата, до 53 И все, и я, короче Я язык подвешенный Я работал год Болтал Работал, ой, год Работал месяц В декабре Это вот перед, я помню, перед новым годом Я работал по 36 часов В сутки, скажем так То есть я приходил, работал день, ночь, день Уходил домой, спал И опять приходил, работал день, ночь, день Чтобы заработать, сука, 30 тысяч Вот у меня была мечта заработать 30 тысяч в месяц Вот Я их заработал и уволился Потому что я понял Ну, понял, что, ну, типа, такая тема не катит Дальше я начал Просто, думаю, блядь И ходил, думаю, я, ну, типа Я вообще по образованию повар И мастер производственного обучения Думаю, идти учить детей Вообще не моя тема Понял, у студентов Поваром тоже Ну, вот прям не хочу я быть Я начал себя искать Сначала я устроился в фирму Где надо, это, образование толкать Знаешь, когда тебе звонят Говорят, здравствуйте, у вас нет высшего образования Я на сайте смотрю, вам не интересно Ага И я, короче, я проработал два дня Меня столько раз за два дня нахуй в жизни не посылали За всю жизнь сколько за эти два дня Я подумал, не, не моя работа, понял Потом устроился в главный офис компании 1С Я думаю, все знают, что это за тема Это сейчас популярная Там я работал тоже менеджером по продажам Там такая тема, что ты должен приехать по выезду Понял, ты ездишь по всей Москве За что я благодарен этой работе Я реально за два месяца выучил всю Москву То есть я по метро передвигаюсь, мне карта не нужна Вот я начал работать, а там такая тема, что ты приезжаешь Ты должен показать эту программу и впарить ее А я приезжал к таким людям, которые говорят Точно мне нужна эта программа А то если она типа, ну вдруг там что-то не так У меня и зарплаты вычтут Я думаю, бля, у бабки, у бедной зарплата Знаешь, там, блядь, 22 тысячи А программа стоит 18500 А тебе 300 хочется? И я, короче, уволился, потому что я говорю, нет, бабушка, не обязательно вам эту программу покупать Вот, и, ну, я, короче, уволился, потому что, ну, не мог я наебывать людей, понял? Не моя эта тема На какие-то шабашки мотался опять, там, где-то грузчиком, где-то еще чего-то Пока я искал себя А потом мне через тоже своего земелью Мне предложил он работу у его брата старшего Быть помощником Как это называлось официально, помощник айтишника Но по факту я был шнырем Делал все по офису То есть надо провести интернет, мы проводим Надо там, не знаю, принести воды, мы принесли Надо там директора шины на склад занести после переобувки, мы заносим Ну, конечно, основная задача была следить за тем, чтобы вся техника работала Принтеры, компьютеры, интернет Вот, и плюс мы занимались дизайном коробок Здравствуйте В свои лица, знакомые Сама компания продавала посуду и мелкую бытовую технику Все, что, вот, коробка, которая у нас существует Это вот весь дизайн создавали мы То есть утюг наклеил, описание, картинку, все То есть вот это и залупа я занимался Блядь, и как же ты пришел к тому, чтобы стать тренером? Тоже сложились так карты В 2014-м я знакомлюсь со своей женой Через две недели я перевожу ее вещи к себе домой Думаю, вот, жизнь начала налаживаться Как раз же в конце 2014-го кризис ебнул Ага И, как бы, я думаю, заебись, жизнь налаживается Прихожу на работу, работаю целый день И в конце дня мне говорят, Эдуард, извините, но нам придется вас сократить Потому что вот компания не вывозит, типа И меня увольняют, я думаю, заебись Вот только новую женщину привел к себе домой Типа все хорошо, такое я весь распиздатый И меня увольняют, понял? Ну, хоть зарплату мне отдали И притом отдали еще наперед То, что я даже не доработал Ага Я сразу заплатил за квартиру за два месяца, чтобы нам было тебе жить Вернее, мы в комнате жили То есть мы снимали комнату Денег на квартиру не хватало даже с наших двух зарплат Ну, вернее, их бы хватало, но нам бы тогда нечего было есть А супруга как раз моя уже работала тренером То есть я опять начал маяться, начал все искать В ночном клубе охранником долгое время работал Там с корешами как раз, с кем, знаешь, ну, типа, с кем дрались В Москву переехал, а поебашь ты сначала Поживи на вокзале Подумай, блядь, как тридцатку за какой-то трэш, блядь, заработать Вот оно, и обожаю эти истории, блядь Вот, и как бы за счет того, что я работал в ночном клубе Ночной клуб работал, ну, ты сам знаешь, две ночи он в неделю работает Соответственно, все остальное время у тебя свободно Где-то какие-то шабашки, где-то я музыкой занимался Какие-то песни на заказ делал А ты же у нас еще и серп, наверное, общий друг, блядь С которым у меня даже, наверное, песня есть Партизан С которым у меня с ним, по-моему, даже совместный трек есть Из-за того, что у меня было много свободного времени Я пропадал с женой на работе, ну, соответственно, в зале Начал прям усердно качаться, качаться И ко мне начали подходить клиенты клуба И просить, чтобы я их, ну, типа, потренировал Я говорю, я не тренер, я не тренер Руководство, короче, эту фишку заметило То ли услышали они, как в раздевалке ко мне подходили Попросили, типа, потренировать за бабосики И они мне говорят, ну, хочешь к нам? Я говорю, хочу, но я пока только учусь То есть образования тренерского у меня еще нет Они говорят, ничего страшного, давай Ну и все, и я начал Вот тоже сразу скажу Первые полтора Вот ноги там, вот, тренером хочу стать туда-сюда Как, что И ничего для этого не делают Первые полтора месяца, вот, с момента первого моего Трудоустройства на работу Я хуярил Семь дней в неделю Вот полтора месяца мы ебашили с женой без выходных С девяти до девяти каждый день Работали на Щертановской, жили в Щербинке То есть ты в шесть утра проснулся На работу, приехал в двенадцать Блядь, пока постирал, пожрал, все поделал Опять забираться Два, да Поспал четыре часа И опять на работу То есть мы работали без выходных полтора месяца Потом сделали себе один выходной в пятницу И еще два года примерно мы работали с одним выходным Хуярили вот каждый день То есть ты вообще не был такой-то, что ли, получается? Большой? Да Нет, я весил 60 килограмм Когда ручки собирал Когда ручки собирал, 60 килограмм весил, братан Все пришло через, ну, какой-то труд Ну и до сих пор я стараюсь, опять же То, что я сказал, Ютуб денег не приносит То есть сейчас я стал хуярить в два раза больше Потому что все выходные Вот сегодня, смотри, да, мы с тобой встретились Сегодня выходной Я с утра поехал к стоматологу Я к нему не мог попасть уже четыре месяца На тренировке мне ебнули зубы Я уже не мог терпеть, я поехал После приехал, мы сейчас снимаемся с тобой Дальше я еду в свой фитнес-клуб Я обязан быть на открытии клуба По условиям контракта И дальше приезжаю У меня сегодня съемка Там парни попросили для клипа Мы будем сниматься Хорошо, что здесь же на районе С 7 примерно до 12, до часу ночи У нас будет мотор, понимаешь? И вот все, вот я выходной Я, блядь, даже поспать не могу, понял? И получается так, что теперь приходится ебашить больше А зарабатываю я, ну, по большому счету, столько же Потому что на работу я сейчас меньше времени уходит Соответственно, я где-то, которые деньги мне приходят за рекламу Они как раз покрывают то, что я пропускаю свои рабочие часы И по факту я сколько зарабатывал там 2 года назад Столько зарабатываю и сейчас Получается, мечтой лишь остается жить нам с тобой Вот, мечтать Эх, нахуй! Слушай, ну вселенная Вселенная же все слышит Поэтому, если ты не только мечтаешь Но еще делаешь, делаешь, делаешь Рано или поздно Ну промотивируй тогда по спортивному Раз у нас такое все-таки Со спортивным уклоном Вот этих вот ребят, будущих тренеров Во-первых, я вообще не люблю мотивационные речи Я считаю, мотивационными должны быть поступки И ты должен личным примером, да, показывать и мотивировать А не какими-то словами Я никогда не могу подобрать слова У меня многие спрашивают Можешь меня замотивировать? Как мне спортом начать заниматься? Блядь, да как? Идешь, покупаешь абонемент и занимаешься Либо сидишь на диване и обрастаешь жиром Если тебе кайф обрастать жиром Обрастай жиром, не заебывай меня Почему я должен тебя мотивировать? Твоя мотивация должна быть твоя цель Все, твоя жизнь Это твоя жизнь И ты ее живешь так, как тебе по кайфу Не надо ныть, что тебя что-то не устраивает Если ты жирный, значит тебе устраивает быть жирным Не нужно никаких отмазок Бля, я правда 7 килограмм скинул Ты решил скидывать, и ты скидываешь Никаких там мотиваций и прочего Ну, типа каких-то там речей Наверное, единицам это реально помогает Ну, в общем, ребят Но если вы хотите стать тренером Блядь, просто старайтесь Учитесь, идите работать И не так вам дали там Вот как у тренеров происходит Я даю дежурные часы Там в неделю у тебя, например, 18 дежурных часов Ты пришел, блядь В неделю 18 часов отработал Ни одного клиента не получил за это время И съебался Я говорю, я сидел в зале У меня не было ни одного клиента Я сидел с 9 до 9 Вот просто, вот так, как долбоеб Сидишь за тренерской стойкой В тренерской форме с 9 до 9 Ходишь, что-то подсказываешь Бля, когда у меня появились первые два клиента Я был такой счастливый Это просто пиздец Думаю, бля, вот она, понеслась Все, мечта моя Поэтому, ребят, если у вас нету таких В принципе, установок в голове Переть и переть Лучше даже этим не занимайтесь Потому что на это место метят сотни, блядь Людей, которые реально хотят этим заниматься Если вы в этой соточке не состоите О, да, да Блин, ну правда ж, ну поговорка Не просто так это придумано Терпение и труд все перетрут Ну, как бы это там ни звучало Но так и есть Ну так и есть, правда Конечно То есть, ну, хочешь чего-то заметить Вот мы и мотивационный видосик записали, получается Ну да, по большому-то счету Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин